Здравствуйте люди! Сейчас, как я и обещал раньше, покажу вам содержимое коробочки с камерой AEE-S70. И что интересно, покажу это с помощью самой камеры AEE, на таком вот импровизированном, не знаю, видно, нет, стадикаме. Чтобы продемонстрировать еще одну особенность камеры, у нее минимальное фокусное расстояние значительно-значительно короче, чем у GoPro. И поэтому ей можно показать то, что я вот сейчас покажу. На GoPro это было бы все размыто. Кроме того, видео, как оно сейчас снимается, записывается, без всякого редактирования так и будет выложено на YouTube. Я обычно не люблю этого делать, потому что YouTube сильно пережимает видеофайлы. И поэтому один из хороших способов получить на YouTube хорошее видео, это загрузить видео с завышенным битрейтом. Но тут так постарались братья-китайцы, что в новой прошивке для этой камеры, в последней актуальной версии, битрейт сильно задран до 30 мегабит. И поэтому, я думаю, получится нормально, симпатичненько. Так, давайте посмотрим, что у нас таки в коробочке. Вот она такая коробочка. Открыть ее, надо сказать, было очень непросто. Она очень добротно запакована. Ну, а вот этот вот винт, которым камера привинчивается к постаменту, он был закручен с такой силой, что открутить его пальцами было непросто. Пришлось использовать торцевой ключ. Это сейчас я так, обманывая вас, ввожу в заблуждение, легко так его откручиваю. Обратите внимание, что на самом постаменте вот эти вот винтики крестовые, они не пластиковые, они настоящие. Их можно отвинтить и вот это крепление использовать в каких-то своих конструкциях. Значит, в комплект поставки у нас входит, как минимум, сама камера, да, в боксе вот таком вот замечательном. Все, наверное, на него уже посмотрели. Вот, я не буду про него ничего говорить пока. Поживем, увидим. Но внешне, что могу сказать, ну, круто. Круто, как бы, там, слов нет. То есть, с боксом для GoPro Hero 3 Plus это как-то даже сравнивать не хочется. Кроме того, бокс получился очень функциональным. Ну, сейчас я вытряхну коробочку и подробнее об этом расскажу. Значит, еще в коробочке у нас есть батарейка. Батарейка 1500 мА. Теперь, и надо сказать, что не врут люди, потому что где-то тут она у меня уже лежала разобранная. Я бы вам ее показал. Так, это нет, это от GoPro. А, вот от AIS батареечка. Я не буду ее разворачивать, не знаю, видно или нет. То есть, тут две банки по 750 мА. В общем, все честно. Как и с GoPro, к слову сказать. Просто, как бы, китайские производители, они часто грешат тем, что пишут несоответствующие действительности вещи, вводят людей в заблуждение. Тут ничего такого нет. Значит, есть USB шнурок. Есть вот такая вот сумочка. Вот, она двухсекционная. Значит, есть инструкция. Причем даже на русском языке. Как ни странно. И вот великое множество аксессуаров. Давайте по порядку. Зарядка. Причем зарядка, я вам не покажу ее сейчас разобранную. Но у меня она разобранная лежит. То есть, действительно, 5 вольт, 2 ампера. Выходной ток. И заряжает очень хорошо, очень быстро. И долго работает после такой зарядки батареи. И в S70, и в GoPro Hero. То есть, не наврали, не обманули. Действительно, 2 ампера. Что мы имеем еще? Мы имеем 4 площадки наклейки. 2 плоские. Ну, вот, к одной я прикрутил держатель для камеры. Вот такой вот он с фотовинтом. Значит, 2 плоские наклейки и 2. Такие они на выпуклые поверхности. На шлем там куда. Сами наклейки выполнены из, не помню, как называется этот пластик. Короче, он не хрупкий, как у GoPro, а такой более тянучий. Поэтому такую наклейку ее нельзя разбить там в результате удара или чего-то такого. Значит, имеется крепление. Имеется экран. Вот ведь фича-то какая. Потому что к Hero 3, как известно, экран придется докупать дополнительно. А тут он уже есть в наборе. Соответственно, для бокса имеется альтернативная задняя стенка. Чтобы можно было камеру вместе с экраном туда положить. Для камеры имеется вот такая вот, как бленда. Но на самом деле это не бленда, а просто защитное кольцо. Чтобы когда камера используется вне бокса, если ее положат там на стол, как-то вот так вот неудачно. Чтобы объектив не поцарапать. Так, значит, еще один винт с колечком и шнурочком. Чтобы камера не улетела. Значит, еще один шнурочек на руку. Так, ну и что там еще? А, ну и вот набор влагопоглотителей. И даже какой-то хумонитор. Наверное, это индикатор влаги. Я его не стал пока распаковывать. Потому что будет время там кататься на доске, плавать в бассейне. Вот тогда это мне пригодится. А сейчас пока я там, с вашего позволения, себе зажулю. Вот, еще какие-то наклеечки мне непонятные. И что еще? Так, всякий шлак. А, вот еще. Важная деталь. Это пробка. Дело в том, что подводный бокс у S70 устроен интересным образом. У него сбоку имеется пробка. Сейчас в нем стоит глухая пробка. Которая позволяет с закрытым боксом погружаться на глубину до 100 метров. Но она абсолютно глухая. Она не пропускает звук. Но ее можно открутить. И за место нее поставить пробку с мембраной. И, то есть, она, я не знаю, что она там выдержит, не выдержит. Написано IP66. Что это такое, я не знаю. Ну, обязательно это в бассейне попробуем. И еще момент, кстати, который мне понравился касательно вот этого отверстия, если можно так выразиться. Это то, что когда камеру устанавливаешь в бокс, то есть, ну не всегда же мы ее используем в агрессивных условиях эксплуатации. Иногда нужно просто там защитить объектив от пыли и грязи там летящей. А камере нужно внешнее питание или нужно получить с нее картинку. Так вот, когда камера установлена в бокс, как видите, вот этот USB и ее порт, он оказывается аккуратно против отверстия. Таким образом, можно подключить кабель и дать камере напряжение питания или получать с нее видеокартинку аналоговую. То есть, и при этом не нужно бокс там сверлить, пилить, как это было с Hero 3. То есть, ну что можно сказать. Молодцы. Вот еще опять пропилить, сверлить, там приятный момент. Посмотрите, это плоская наклейка. Вот. Ребята заморочились, сделали в ней дырочки под винты. То есть, подумали, позаботились о людях. За что, в общем-то, наверное, им большое спасибо. По качеству картинки, что можно сказать, вы все видели. А мне хочется добавить только то, что... То предыдущее видео, которое я выкладывал на YouTube, оно немножко не передает оригинальное качество. За счет того, что YouTube на самом деле сильно пережимает картинку. И делает это настолько сильно, что ни качество Black, ни качество S70 отобразить просто не может корректно. Поэтому этот ролик и предыдущий, ну, смонтированный, но с высоким битрейтом, я выложу оригинальные исходники, чтобы все могли посмотреть, убедиться на своих устройствах воспроизведения. Потому что YouTube не очень годится для сравнения экшн-камер. То есть, камеры уровня там White и Silver на процессоре Amborello A5, их еще можно было как-то сравнивать между собой. Но здесь, как и в Hero 3, плюс Black, мы имеем процессор A7. И у него все-таки тут уже другая совершенно планка качества. Поэтому, кто хочет к картинке придираться, кто хочет ее увидеть действительно настоятельно, всем рекомендую смотреть это дело в исходниках. Ну что, всем пока, пора закругляться. А, вот еще что забыл сказать. Если кто увидит на этом видео пересвет, не ругайте, не пинайте ногами. На камере включен, вот я не знаю, видно тут или нет, режим центрального замера. Центрального замера, то есть, камера сознательно валит края видео, выставляя экспозицию адекватную только для центра. Ну ладно, что-то уже 12 минут. Ладно, все, хватит. Всем пока. Увидимся, как будет. Что новенькое.